Всем привет! Многие думают, что моя кухня всегда выглядит идеально, но вы все видите сами. Так она выглядит после съемок рецепта. И сейчас мы вместе с вами сделаем экспресс-уборку на кухне. Меня, конечно, очень сильно спасает посудомойка, ведь в ней можно мыть даже вот эти вот панели от моего электрогриля. Грилем я пользуюсь часто и, конечно, не хотелось бы мыть панели руками. Ссылку на гриль, кстати, оставлю в описании к видео, он очень классный. Но все-таки есть посуда, которую приходится мыть руками в основном. Это вот такое вот интересное стекло и бокалы с двойным дном. Столешница на кухне у меня пластиковая, я просто протираю обычной тряпочкой, смоченной в воде. Чаще всего без средства. И сразу же протираю всю технику, которая у меня часто используется, которая стоит на кухонной столешнице. Это тостер, чайник и стационарный блендер. Вся техника у меня тоже брал. Кстати, вот уж не думала, что буду постоянно пользоваться тостером, а в нем я готовлю бутерброды практически каждый день. Ну, через день так точно. Так как у меня черно-белая кухня, технику я тоже стараюсь покупать белую или черную. Ну, чтобы она не выделялась и смотрелась эстетично, потому что эстетика для меня тоже очень важна. Вот и все на кухне мы прибрались. И теперь мне осталось погладить одежду, потому что за эту неделю у меня скопилось невероятно много вещей. Целая гора. Мне на обзор как раз прислали новый парогенератор, тоже браун. Это самый мощный парогенератор в линейке. Полное его название. И ссылку я оставлю тоже в описании к видео. У меня в пользовании есть точно такой же парогенератор, но прошлая модель. Он немного отличается, эта модель более инновационная, супермощная, вообще очень классная. Посмотрите, как много вещей у меня скопилось. Они все уже сильно пересушены и лежат, как я вам говорила, наверное, дней 7 и ждут, когда их наконец погладут. Я слишком долго рассказывать о новом парогенераторе не буду. У нас на канале вы можете найти и подробный видеообзор, и прочитать статью, кому как больше нравится. Хотите смотрите, хотите читайте. Там я как раз в деталях рассказываю, почему этот парогенератор такой крутейший, причем он отличается от моего прошлого парогенератора, и показываю, как он работает и как им в принципе пользоваться. Ну а в этом влоге вы просто можете наблюдать процесс глажки со всех сторон. Посмотрите, как он хорошо отгладил мою пересушенную льняную салфетку. Вы знаете, да, что лен гладить сложнее всего, особенно когда он долго лежит, пересыхает. И когда я, например, раньше гладила лен утюгом, я обязательно брызгала его еще и из пульверизатора, чтобы он нормально разглаживался. Потому что обычным утюгом его вот так вот разгладить просто невозможно. А с парогенератором, вы сами видели, это делается легко и просто. Знаете, я сейчас люблю брать вот эту вот гору вещей, включать какую-нибудь музыку или интересный подкаст или книгу, гладить. И это для меня своего рода медитация. Вот, наверное, сейчас я точно так и сделаю. Включу любимую музыку и доглажу вещи, которые у меня остались. Спасибо, что смотрели мой блог. Всем пока!